В конце прошлого года Федеральная антимонопольная служба России дала более четкое разграничение понятий реклама и вывеска. Как это отразится на работе предпринимателей, для чего необходимо такое разделение, расскажет юрист Бюро по защите прав предпринимателей Владимирского областного отделения опоры России Елена Федорова. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. В чем же заключается принципиальная разница между вывеской и рекламой? Как разъясняет Федеральная антимонопольная служба, у нас понятие реклама, оно закреплено в законе о рекламе. Тем не менее, проблема разграничения, вот что такое вывеска, что такое реклама, оно имеет место быть. И вот в своем письме как раз ФАС указывает более конкретно на эти разграничения. Значит, ФАС говорит, что рекламой признается такая информация, которая позволяет индивидуализировать товар, работу, услугу среди однородных товаров, позволяет его каким-то образом выделить среди других, привлечь внимание потребителей к этому товару, обеспечить его продвижение на рынке, ну и так далее. Естественно, вывески и указатели, они не содержат сведений рекламного характера и носят больше такую информационную нагрузку, именно содержит в себе ту информацию, которая предусмотрена законом о защите прав потребителя и является обязательной для любого юридического лица. Какие правовые последствия несет отнесение конструкции к той или иной категории? У нас органы местного самоуправления определяют самостоятельно порядок размещения, правила размещения как рекламных конструкций, так и информационных стендов. То есть здесь, в том случае, если конструкция отнесена к рекламной, то более сложная процедура согласования размещения данной конструкции. Во-первых, если эта конструкция находится на муниципальном имуществе, находится на земельном участке, который принадлежит, например, муниципалитету, здесь размещение такой конструкции происходит исключительно в результате торговых процедур. И стоимость такой аренды также определяется органами власти муниципалитета. По согласованию и размещению информационных вывесок процедура более простая. Там и комплект документов более простой, чем по рекламной конструкции. Не требует такой сложной процедуры, соответственно. Собственно, вот в этом разница. В процессе согласования и получения разрешения на размещение. Насколько часто подобные споры и смогут ли разъяснения фаз повлиять на ситуацию в лучшую сторону? На самом деле это как бы краеугольный камень, относится к конструкции к вывеске или к рекламе, как раз связан с процедурой согласования и получения разрешения. И здесь, наверное, больше даже вопрос-то придет не из фаза, а именно к предпринимателю может прийти контрольный орган, который занимается выдачей разрешения на размещение конструкции и погрозить пальчиком предпринимателя, который своевременно и правильно не получил разрешение на тульную конструкцию. То есть здесь вопрос вот в том, что предприниматель для себя, ознакомившись с текстом данного письма, может четко установить, к какому виду относится его конструкция. У него это будет реклама, и, соответственно, пойти по процедуре согласования рекламы получения разрешения, либо его конструкция относится к информационной, и его процедура получения разрешения будет другой. Что можно написать, нарисовать, разместить на вывеске, чтобы не вызвать нареканий фаз? Как я уже сказала, что конструкция, которая является информационной, во-первых, она должна находиться именно в месте расположения юридического лица или в месте оказания услуг, реализации товаров и так далее. То есть непосредственно в том месте, где находится само юрлицо. Данные требования предусмотрены как раз законом о защите прав потребителей, то, что каждое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан доводить до сведения потребителя свое местонахождение, адрес, время работы. И даже если на этой вывеске будет использоваться товарный знак, но она будет находиться именно в месте расположения этого юридического лица, то эта конструкция, согласно разъяснению ФАСа, будет являться вывеской, а не рекламой. Если такая конструкция находится вне места расположения организации, то тогда уже данная конструкция будет признаваться рекламной. Не относится к рекламным конструкциям информационное табло, например, АЗС, поскольку расположение вот их этих стендов, их стел, они связаны с их видом деятельности, с тем, что они находятся именно вдоль дорог. И вот эти их стелы, которые они размещают даже вне АЗС, они также не относятся к рекламным конструкциям, а относятся к информационным вывескам, которые информируют водителей о том, что сейчас будет автозаправочная станция, стоимость топлива, там такая-то, такая-то. Не относится также к вывескам красный крест на аптеке, предположим. Меню организации общественного питания, даже если они располагаются в месте, где находится данная организация, но исключением будет являться тот момент, если в этой вывеске рядом с меню будет находиться какая-то рекламная информация, какие-то слоганы, девизы или продвижение какого-то конкретно определенного товара, там самый лучший суп в городе, предположим. Не относятся к рекламной конструкции такие вывески, как «Счастливого пути», там «Въезд», «Выезд», вот похожие. Не относятся к рекламным конструкциям также информация о продаже или аренде помещений, если она располагается именно в месте, где арендуется и продается помещение. Это также служит средством донесения информации. Вот таким образом. Куда обращаться предпринимателю, если возникает спорный вопрос по этой тематике? Если у предпринимателей возникают вопросы по вывескам, по рекламным конструкциям, по вопросу согласования или иные какие-то спорные вопросы, они могут обратиться в Бюро по защите прав предпринимателей, которое работает на базе Владимирского областного отделения «Опор России». Располагаемся мы по адресу город Владимир, улица Мира, дом 25, торговый центр «Эра-2000». Для членов «Опоры России» такие консультации бесплатные. Для нечленов «Опоры России» консультации проходят в строго определенное время. Это по понедельникам с 3 до 5. Но необходима предварительная запись обязательно через секретарей нашей организации. А так в любое время мы готовы помочь и ответить на вопросы предпринимателей. Елена Владимировна, большое спасибо вам за подробное разъяснение и до новых встреч!